обзор героев говна и так ребята бадон герой не говна пугна герой говна аппарат герой говна шторм герой говна одинозавр герой говна слар герой говна зевс герой не говна визб герой говна руби герой не говна и кентавр герой не говна а керри абадон понятно керри абадон герой говна, кстати. Кстати, могу сказать, что Сларк отличный герой против Кэри Абадона. Возможно, буквально лучший вариант, поэтому в этом... Критерии отбора по говну? Не, ну, герой говна, он... Там нет особых критериев. То есть ты просто... Ну, вот, смотри, ну, Дирозавр. Ну, это герой говна, блядь. Это каждому понятно. А вот, блядь, Кентавр. Ну, это недавно френдли герой, не говна. Ну, вот и вся история. Там, скажем, Абадон. Ну, это герой говнины просто нереальный. Это тоже всем понятно. Или там вот Шторм. Ну, герой говна просто. Ну, максимальный. А вот, блядь, Зевс, в принципе, нет. Че, не говна, нормальный герой. Ну, тут вот так, типа, знаешь, тут именно по ощущениям как-то интуитивно, типа, понимаешь. Понятно, что это вот интуитивно, это немножко ненаучный подход, но именно с героями говна, именно так только и можно определить все по-другому никак. К сожалению. Ну, в принципе, Малику пофиг. Абадон не самый опасный герой. Вот так вот на линии просто один в один. Вряд ли он может что-то тебе сделать такого прям плохого. То, какого-то ФНГ тут пытаются убить. Малик, стан, но тут Керетич. И, ребят, это может быть ФБ. Может произойти ФРСБЛАТ? Блин, бездарь. На Артеме. Что? Блочит? Он, правда, умирает сам. Но Малик и спас. А спасли? Тычка, еще одна. Ребят, ФБ. ФБ был. ФБ был. На Артем, у него была танка. Он, на самом деле, мог сыграть самым прямолинейным образом. Забежать вот в этот лес. Есть вот это дерево. И спрятаться. Но почему-то он не стал так делать. В итоге ФБ забрали Нави. Но, по крайней мере, разменяли. Сквальник забирает. Регенерейшн. Поэтому и лазжуло. Но тут под виспом, конечно, не получится никакого фрага. А вот и оно. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Долбят нормально. Вот уж и где-то с проблемой. Как раз как-то та самая история. Правда, умрет ли он? Да, умирает. У Союша еще один бласт, оказывается, в Арсенале. И все. Но без виспа здесь тяжело. Но, правда, не факт, что вис бы помог. Хотя нет. Я думаю, вис бы помог. Он бы просто элементарно захилил. В Арте какие-то рандомные драки где-то начинаются. Всем вот на этот суходроч, конечно. Лайновый. Шаги от СООО. О, ебало, треснул он, да. Не хватает виспу здесь стиков и всего второго хила, чтобы захилить Сларка. Хотя у него был фейрик, у него был фласка была. Ну, ему похуй. Кейсы, как говорит Мария Гунина. Рил кейс. О, ультаппарата не попадает. То есть... И это-то и... Это-то и печаль, это понимаешь. Ну, типа, не знаю. Мне очень грустно. Порой бывает за планету, что ли, хозя. Какая же тут ебка на топе происходит. Сквадикс, ну, мелажу. Он нападает, его подхиливают. Подскажи, а кто Сларк в этой игре? Сочная Саши, сушеная курюшка, копченая гобла или сексуальный стеклососа, нежный, как писечка Артема ФНГ? Слушай, ну, этот Сларк, судя по всему, это такая, знаешь, какой-то желтый полосатик, но только протухший. Ну, иногда бывает, купишь к пиву желтый полосатик, думаешь, ух, сейчас кайфану. А он такой, знаешь, он прям вот, соль прям какая-то вот на нем, она уже так, знаете, зазернилась, он такой вонючий какой-то. Вот это он в этой игре примерно, судя по всему. Пока выглядит именно так. Тот, кому повезло все-таки стать профессионалом, тот молодец. А вот кто, кто нет, как бы, тот можно сказать, что долбоеб и проебал просто кучу времени в никуда. Таких людей все больше, конечно, нынче, ну, что раньше люди просто играли по фану. То есть лучше пиван депл усидеть пить. Слушай, 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 как ты такой вывод сделал, что лучше пиван депл усидеть пить. Как это все связано? Или типа есть два варианта, либо киберспорт и пиван депл пить. Ну, от проблемы погибает. То есть есть только два занятия по жутухе, либо киберспорт, либо пиван депл пить. Ну, судя из логики, вот это. В принципе, возможно. Возможно, лучше и так. Радиаторная пушка уже появилась. Усралка тем временем. Сабля. Меложу. Просто убивают его, молодец не может спасти, никто не может спасти. До сих пор у Веспа нет мекки. К сожалению, на 17-й минуте, на самом деле, крайне мало денежек у него. Да, ну а тут Вертуз Про обузят старый... Нет, ладно, это новый обуз школьников. Это Пугна плюс Шторм. То есть Шторм, которому не кончается мана и который просто постоянно может драться даже почти без шмоток. Ну, у него есть шмотки, но я имею в виду, что не так много шмоток. Мана вроде кончилась. Ну, сейчас Пугневич опять может подлить. Кстати, Пугневичу, чтобы круче подливать, ему бы неплохо себе бы купить какие-то транквилы, может быть. Но можно и без них, в принципе. Вот сейчас хоп, и подольет, наверное. Хотя нет, пока не подливает. Пока не хочет подливать. Ну, сейчас, может быть, и не надо. Минус два очередной сделали, наверное. Ой, ВП. Вот я потратил на доту достаточно много лет жизни. И начал играть в нее тогда, когда за нее никто не платил. Ну, вначале я играл просто по фану, естественно, потому что мне просто нравилась игра. Шларк погибает снизу. Вот. И, значит, потом начались какие-то турниры, действительно. Ну, потом, это, в скором случае, через полгода уже буквально начались какие-то турниры после того, как я начал играть. И как бы я начал в них участвовать. Но это было смешно. То есть там, типа, турнир, а первое место 12 с половиной тысяч рублей. Да? Ну, это, конечно, был 2005 год. Поэтому 12 с половиной тысяч рублей это было побольше, чем сейчас. И лазь. Другому просто никто, ну, типа, пару лет бы что-то все поиграли и забили бы член на нее. И все, не было бы. А я бы несколько лет просто сидел бы, играл. И не по этому чего. Вот. И, как бы, такая же ситуация и сейчас. Так, Сквадикса пытаются взять за жопу. На лицо падает ему Метеор, прилетают Шигетсу с МЛЭД сюда и убивают его, слушайте. Вот. И то же самое, в принципе, сейчас с просто попыткой в киберспорт ворваться. То есть, может, ничего не получится. И ты просто проебешь много времени. Так, Кирич на топе вышку сломал. Будет ли погоня за ним? Фига. Что, линзы, что ли, есть? Линзы, кстати, нет. Ну, радиус какой-то огромный. То есть, бинк, ультимейт, аппарат, ну, Шигетсу проблема. Он в ультимейте убегает отсюда. Минус аппарат, разменный кентабр, абадон под ультимейтом. Шигетсу под ультом аппарата не умер. Так что ему нормис. А Шигетсу в этой игре, не знаю. Я не знаю, что ему, кстати говоря, брать. Нужно ли ему БКБ в этой игре? Бам, бам, погоди, погоди, ультаппарат. Отлично. И погибает. Сралк, да. Тут вот аппарат сыграл шикарным образом. Вот ультимейт, Праймл Бистан. Это еще один хороший такой контроль, в который как раз-таки может закинуть аппарэйшн свой ульт. Но каким-то, блядь, нелепым образом здесь умерло два героя. А в ответ, ну как? Погоди. Как-то вообще случилось. То есть динозавра летит, делает фраг там, три ТП делают. И в этот момент еще и вдвоем нападают тут? Вы что, поехавшие, что ли? Ой, боже, это такая бездарная игра от Верта Спро. То есть этот чел на Абадоне, он еще и с Блинка залетел, если я правильно понял, да, чтобы потом на ультимейте не иметь возможности с Блинка уйти. То есть там два, двух героев убивают просто на халяву. А тут Верта Спро вдвоем сами умирают. То есть они как бы сами прыгают вперед и дохнут. Чтоб я шел на завод. Да, вот в Италии уже чат GPT запретили. Возможно, он там тоже какому-нибудь министру что-то такое сказал или что. Ну да, вообще что-то связанное с персональными данными у них там какая-то такая история. Ну вот такая вот штука. Так вот. Говорю, если я интересую должность, подай, поднеси. То есть такой вот менеджер, где тебе просто какой-нибудь сидит, там какой-нибудь Рамзес, такой говорит, «Э, бля, чувак, я бургер хочу, скажи!» Типа... Ну то есть такая, типа, нянька. В принципе, в командах такой человек есть, обычно. Вот. Бам-бам-бам-бам. Долбит нормальный. Минус Зевс. Пошли дальше. Но тут для команды залез. На самом деле носится. Сейчас пока бы это закончится. Могут его здесь оставить. Шигетсу рядом. Ультимейт Кентавра пошел. Зевс байбекнулся. Ультимейт Парешнен залетает. Шигетсу лечиться невозможно, но и угроза никакой нет. Зевс ворует фраг. Реально же спиздил фраг? О, почему-то у Шигетсу он зачем? Ну, Шигетсу бы доел. И так, я думаю. Ему бы фраг не помешал. Да, видите, все хорошо в Вертус Про, но, говорю, расслабляться нельзя. Расслабляться вообще не стоит. Даже в Дота Плюс, видите, примерно на одном таком уровне держит превосходство. Вышечка начинает проседать. Керич ее бьет. Складик залетает вперед. Нападает на Даниэля. Он погибает. Тут же байбек. У него есть ультимейт аппарата. Залетает, правда, только Виспа. В Шигетсу не попадает. Шигетсу пока спрятался. Шигетсу может разворотить и влететь. Шигетсу ультимейт-то есть. Шигетсу прыгает. На Нотис, он нападает. БКБ нажимает. На Нотис в баше. Он Нотис в еще одном баше. Баш, баш через баш. Шигетсу. Все еще есть ультимейт. Эти стаков вроде набил, но толку-то от этих стаков немного. Они, скорее всего, спадут, потому что таланта на 50 секунд длительности еще у Сларка нет. Да, Сларк в этой игре, к сожалению, пока что выглядит как герой. Говна. Он постоянно кого-то бьет, но никогда никого не может убить. До аппарата или пугана он просто не добирается, а героев типа Абадона, динозавра или там Шторма он пробить не может, дэмэджа не хватает ему. Сейчас вот купил себе Муншарт. Нет, Муншарт, конечно, эта штука крайне серьезная. 140 скорость атаки, еще Найт Вижн. Смотрите, Сларк, какой радиус вообще? Ну, какой Найт Вижн у Сларка? Он видит все. Посмотри, что это. Он реально видит просто вот, смотря, вот до сюда видит. Нормально? Не, это, конечно, да, это круто. Бьешь. Выбиваешь от него ульт и бьешь дальше, набирая стаки. Все. Ты все видишь. У тебя Найт Вижн огромный. Все будет в порядке. Но он уже чего-то боится. Он делает 4 удара, жмет ультимейт и убегает. Он просто на очке. Но, тем не менее, здесь умудрился Нотис подставиться. Тут еще и дальше Шигетсу на FNG. Теперь Складикса бьет. Шигетсу на Киритича. Будет ли разворот? Пытается саппортов Шигетсу как-то там доесть. Не получается. Побежал кто-то. Что это такое? Это Кентавр, который возит виспа на телеге. Ёпта. Шигетсу доел аппарата. Дальше за Складикса в погоню. Тан-тан-та-та-та-тан. Кентавр встанет в землю, получая въебала земля. Лотус-орб. Кентавра. И все в порядке. Шигетсу с Нотисом дерется. Начинает бить его. Бить-бить-бить-бить-бить. Бьет-бьет-бьет. Бьет-бьет. Саки набирает-набирает-набирает. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Долбит нормально. Сквадикс полетел за кем-то. За Рубиком. Ничего не сделал ему. Зато Сларк наворвал стаков. Довольно много. И ульт-опарейшн потратили. Там нынче относительно большой КД. Раньше на всех уровнях был 40. Теперь 60-50-40. И сейчас 50. То есть, если напасть быстро, то аппарата ульта не будет. Шагетсу видит Саюша. Ага. Нападает на него. Тут рядом Даниэль. Очень неудачно запрыгнул Даниэль. Надо бы его как попробовать спасти. И это Гитавра Стерега. Он спасает Даниэль и увозит его. Ой, Шагетсу набирает стики, стаки. В смысле, Скиритича. Ага, Сквадикс. Нападает на Даниэля далее. Сбивает его. Попытка спасти Даниэль не увенчалась успехом. Но Шагетсу опять набрал стаков. И он вновь готов драться. Если за что, правда, у него убегает ультимейт на КД. Ого. Ой, Шагетсу. О-о-о-о. В помоечку. В помоечку. Ну, тут, как говорится, навесами куют свое несчастье. Тю-у-у. Бам. Так, Шагетсу-то в погоню за Киричичем. Ловит его. Начинает бить. Бьет, бьет, бьет. Не бьет уже. Дальше погнался, погнался, погнался. Не погнался уже. Какой-то непонятный ебалово. Малик станет землю. А там был Сквадикс. Хотел станеть Сквадиксом, но застанел землю. Не фартануло. А-а-а. 54-ая минута тем временем. Так это теперь 5 шмоток. Можно доиграться. Ребят, настоящий Эль Классика. Чувствуете, да? Вот этот накал. Чувствуете вот этот накал? Чувствуете, да? Вот этот накал. Страстей. Виртус про Нави. Две лучшие команды региона играют. Отпрыгивает. Тут у Ноти тоже овервалный блинг. У него еще и рефреша шарт. Вообще, при такой пассивной игре рано или поздно можно ее и проиграть. На месте Виртус про случайно. Запрыгнул сюда Сквадикс. Просто получил признать. Тут же байбэк. И побежит он обратно. На месте Нави я бы попытался съебаться. Прямо сейчас. Потому что Шторм, очевидно, доставит много неприятностей. Мэлэдди забирает с собой Кентавра. Рубик убежал. Шигетсу упрыгивает. Меложула забашили. Меложул умирает. Ну, если Шигетсу не умрет. Сейчас он вроде не умирает. То получается, что... У, рапира. В классическом экшене, дорогие друзья. Опа! Нападение жесткое. На Артема ФНГ его душат. Включая байбэки. У Артема ФНГ есть байбэк. Он, кстати говоря, не умер. Байбэк не понадобится пока что. Пытаются вытархать виспа. Шар лопнули. Шигетсу нападает на Нотис. Ультимейт аппарат пошел. Шигетсу в БКБ. Шигетсу... Еще имеется БКБ у него и два ультимейта. Нажимает один ультимейт. Кажется, что он у тебя сейвит. А он диск. Шигетсу не понимает, что происходит. Аппарат все-таки сдох. Там катают где-то Рубика на бэклайне. У Нотис это проблема. Мерпочем, Нотис умирает здесь. Я всего расстраховал. И, дорогие друзья, это по большому счету можно сказать, что камбэк... Сделай байбеки по сторонам. Ебучи бездарь. Так можно? О-о-о. Удобно, бля. Хе-хе-хе. Удобно, ебта. Меложул, как же трясить-то его ебало. О, ну его спасает, Рубик. Жестко. Кого-то там кентавр возит на телеге. Не могу понять, кого. Бьют трон. Ай, трон под угрозой. Керетич. Му-месяц там кентавр. Кентавр танкует. У трона проблемы, Шагецу пытается убить здесь этого самого Керетича. Но Керетич так просто не возьмешь. Хотя вот сейчас. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Нет, не бам-бам. Новый ультимейт уже у Керетича. У трона проблемы. Керетич просто бьет патрону. Просто бьет патрону. А теперь не просто патрону. Так же убивает Рубик. Убивает Веспалки. Да, нуллифайр им явно не хватило, потому что... Нуллифайр, Контрит сразу и Айон Диск, а там был, ну, минимум один, а может и больше. Подобное видели мы вчера. Но, наверное, если они возьмут Тинкера, то возьмут Зевса. Правильно? Но только в этот раз это будет Зевс Медовый, а не Зевс Четверка. В принципе, бесполезная хрень. Так, Милажул прыгает оттуда, Тём, Тёмыч! Ооо, и это ферст блат для Тинкера, дорогие друзья, да. Тёмыч на Баунти Хантере очень вовремя оказался на этой самой руне. Десять где-то тысяч, наверное. Плюс-минус. И, ооо, убили Фуриона и ультимейт Зевса, но и Декада умер. В том числе и на Зевсе. Милажул. Долбит по Сквадиксу? Нет. Даже не близко. В самом деле, что-то Милажул вообще опозорился. Ой! Боже, какой же позор от Милажула. А что он вообще хотел от Тинкера? У Тинкера было там ещё дохерящие хп и стики? Он его... После лета 200 хп у Тинкера осталось. Это что? Сквадикс пролетает вниз, нападает на Даниэла. И сейчас добьёт его до ракеты-лазерочки. Ну и всё. Есть Мидас. Поставил здесь Спурты. И получил здесь же пизды. Ага, Милажул. Заблёв пошёл. Милажул пытается отмансить как-то. Ай-ой-ой-ой. У бабки пришлось сбиваться. Правда, здесь Кирич прилетает. Милажул на развороте даёт кучу скиллов. Умирает Сквадикс. Кстати говоря, погибает также Баунти Хантер. И за Саюшем Погоня. Теперь его тоже поднимают на Телекинез. Тоже убивают. Это минус три в размен на Зевса. Жёсткая ёбка. Летит Тинкер прямо на птицу. Хотят убить Милажула. Оба, Милажул. Пока что сваливает. У него есть Stick Finger. Помогите. Помогите. Не надо, дядя, не надо. О, Тинкер. Пока что сваливает. У него есть Блинк. Сваливает дальше. Сваливает дальше. И ещё дальше. Ой, было близко. Для Малика, но он не успел. Ты болеешь за своего любимчика. Шигетсу фаворита. Ну что, ФНГ. Будет ли умирать? Ульзевша. Шигетсу. Пошёл дальше. Будет пытаться взять Кирича за жопу. Хватает за жопу его тут же Малик. О, Милэдди погибает. Но Погоня за Саюшем продолжает. Слушай, проблема Саюш погибает тоже. Сквадикс. Долбит ракетами. Дракон. Дракон. Ой, Шигетсу. О, это тройное убийство от молодого чемпиона команды Нави. А, у него ещё Аегис закончился. О-о-о. О-о-о-о. Ну тут Вижен стоит как бы у мужиков из Нави. Притом у них стоит Вижен и здесь, и здесь. Тут по Фрейду оговорка. О-о-о. Тинкера поймали. На Нимбус. Насадили. Шигетсу. Далее идёт. И Сквадикс. Всё. Закончился. И Саюш, кстати говоря, не закончился. На Тинкере слишком легко играть. Типа для бездригера. Я не буду на нём играть. О-о-о. О-о-о. Тинкера вытархали. И, в общем-то, вот этот топ-6 нетворс мы-то знаем. Отсылка к чему это. Там Погоня тем временем за Нотсидом. Нотсидом. Меложу. Небу ставит. Нотсиду будет очень тяжело отсюда уйти. Ну, конечно, он просто-напросто отсюда не уйдёт. Потому что рядом есть Шигетсу, который нападает. И Нотсиду забивают. Шигетсу 14 перманентных стаков. Малек. Напрыгивает на кого? Кто это? А, Тёмыч. Маленький баунти-хантер. Видишь, такой вот. Артём. А, е, больно в ноге. Летит сюда Фурион. Летит сюда Тинкер. Звёзды десант, блядь. Оу. БКБ можешь купить на Азербсе? Две лучшие команды региона схлестнулись в этой битве. Да, 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 да. Данька, Данька, Рамзес, Ноу Ван. Все здесь. И вот тут хвост. А, нет, погоди. Да, хвост, хвост. Хвост бьёт Рамзеса или кого там? Или Дана? Что? Кстати, забавно, но у Нави и так уже, блин, почти у всех агонимы куплены. Рубик может взять себе, наверное, так и будет. Но это если они его заберут. Но на самом деле это ещё непонятно, заберут или нет. Ведь Артём здесь. Артём на месте ставится. Нимбус. Все пытаются отойти. Проблема Кирильча, ведь у него нет БКБ. Позиционка ёбнешься вообще идеальная. ФНГ страдает, убирает. Он и Тинкер пока что просто уходит. Да, уходит просто Тинкер отсюда. Вроде его не смогут поймать. Бабку зато поймали. Рак. Падает. Но на самом деле он не совсем падает. Пока ещё не падает. Два ульта от Зевса. Просто там куча народа умерла. Я не знаю, что они не пишут на ГГ. Они как будто бы хотят помучиться ещё в этой игре немного. Ага, эти Виртус Про вроде как мне крипы. И вас просто ебут. Как хотят. А вот и как. Ха. Гу-гу. Фишки всякие. Заметели вот именно анимешники, анимешники, дотеры-анимешники? Они хотят себе какую-то фишку придумать такую вот всегда. Типа какой-нибудь Витюн. Я уверен, что он анимешник. У него он веточку себе кладёт. Типа мол, как Ичика, Курасаки, Гетчику, Ценшоу, Банкай. Вот это вот всё. А вот этот Киритич. Киритич это точно что-то из аниме. Я правда не знаю что. Я знаю вот этот Кири То из мастеров этого... Или как там? Туда-сюда. Так, Рики на Лас Пику Нави. Так, что-то... Это Кэрри Рики что ли? Или нет? Или это... Медовая бабка и Рики Саппорт. Туда-сюда. На деле часто сосня. Поэтому непонятно. Что у нас тут будет? А это медовая Рики. Excuse me. Excuse me. Окей. Рики это не тот случай. Ну давайте посмотрим, что из этого получится. Как бы. Получится ли что-либо. Я верю с трудом. Ну, мало ли. Третья игра, ребят. Третья карта. Это ранги. Одиннадцатый ранг у Киритича. У Саюша 71 ранг. У Артема FNG 240 ранг. У Squadix 23 ранг. И Notis 94 игрок в мире. Шагет с тем временем 163. 60-й чел в миде стоит. Меледи 18 ранг. Даниэль 211. И некто Малек 37 игрок на планете Земля. Мне кажется, Кунка должен выигрывать этот лайн. Прям хорошенько так. Кунка здесь сейчас все подряд будет тоже добивать. Сплэш и эти Меложула в конечном итоге по ХП просадят. Ему, возможно, придется какой-то доп-подреген себе там приносить. Не знаю. Ну, у него хороший реген, у Рики так же. Это как бы факт. А, и он себе какое-то кольцо. Хм, кольцо. Метеор Хаммер на Рике. Метеор Хаммер это способ решить проблемы с кальчикой. Так, ребят. Это, в общем-то, ФБ. Ну, как бы такой ФБ, который поделился между всеми. Поэтому как будто бы и не ФБ. Одна херня не обламывается у нас мистер Кунка. А вот пока Союз где-то там прогулялся, непонятно где, да? Тут стайда убили. Ну, правда, Союз делает, наверное, полезную вещь. Прямо сейчас делает стаки. Так. Что происходит? Ага. Ничего не происходит. А что если... Не. Сквадик здесь пытается пробить своим тейдбрингером какого-нибудь героя. Но он ни в кого не попадает. Зато на него нападают. Но у него есть тики. Малек пока что страдает. Торн тут же. Сквадик скрипыш. У него фейзы. У него еще был фэрифайр в случае чего. Еще много хп. Еще Ситус оф Сиренти 100 хп дает. Еще и регенит дополнительно. И появляется Шаду Блейд у мистера Кунки. Шаду Блейд. Ну, я не фанат вот этих вот билдов на Кунку с Шаду Блейдами, если честно. То есть, мне кажется, попытки сделать из Кунки какого-то вот такого демагера прям... Они странные. Они нахер не нужны. То есть, типа, у тебя есть антимаг, он, в принципе, всех убьет. Ну, ты и так будешь бить. Мне больше импонируют всякие более ютилити билды на Кунке, да? Когда он там покупает себя... Там, может быть, гоним, БКБ, шард какой-то берет. Может быть, какие-нибудь по надобности алибарды, лотусы, что-нибудь такое. Такой супер богатый саппорт, типа. Как правило, в этом больше смысла, чем вот в обосранном Шаду Блейде. Вот и помог тебе Шаду Блейд. Вот именно. Ну, правда, вряд ли бы ему что-то другое помогло. Но если бы он первым артом фармил бы БКБ и просто пошел бы его дофармить перед тем, как куда-то идти, то вот уже бы он спокойно в такую дураку бы заходил, давал бы все косты, дрался бы там и, в принципе, из нее бы уходил. Погибают два героя у Virtus.pro. Это неприятно, на самом деле. Кто пиздил на Шаду Блейд? Да. Минус все пауки. Торрент, корабль. Все в бухту. Малику. Замедляют и ебут. И вытархали Малика. Все. Ну и кто пиздил на Шаду Блейд? Так, Миложул. Крепочков побил. Куда-то там Клокверк залетел. В Сквадикс. В Сквадикс. Ай, 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 ай. Ой, ай, ай. Сквадикс пытается уйти отсюда. Он пока под бафом корабля, но скоро этот баф закончится. В принципе, Сквадикс здесь, скорее всего, умирает. Или что? Неужели убежит? Нет, не убегает его. Доплевали. Доплюнули. И вот сейчас. Ничего не произойдет прямо сейчас. Миложул сейчас увидит Артема ФНГ. Замедлит его. Скорее всего. И Артем здесь просто погибнет. Да, Артем умирает. Еще в ночь сюда влетает. У него есть форстав. Он, в принципе, форстав пока что уходит. Союз украл коробу. Это, батарейки. Крич отходит. Заманивают в АП своих оппонентов. Как будто бы. Но на деле. Или вот сейчас. Или вот сейчас. Реведж. Давай. Блядь. Ой, ладно. Нахуй. Какая хуйня. Худшая команда ДПС, что это бездаря. Ну, если что, это не худшая команда. По крайней мере, ВП это не худшая команда. ВП, если что, это как бы сейчас топ-4 региона. At the moment. И, типа, есть даже теоретическая возможность, некоторая, того, что они еще могут оказаться на мажоре. Представляете? Если они выиграют эту игру. Ну, я не знаю. Мне кажется, они ее уже не выиграют, правда. Ну, если они выиграют эту игру. А потом еще Бэтбум прыгают в Дарк Сайд. Ну, вдруг. То ВП еще есть. Бэтбум будет перегровка с мажор. То есть, вдумайся. Вообще. Просто вот, как бы, такой вот регион у нас. Есть там. Спирит, Ашер. Ну, и тип Бэтбум. Они, конечно, немного подздали. Да и вообще, такие... Ну, короче, около того. Но для Дота Плюс это не является показателем. Дота Плюс, уверенно. Так. Гош. Так. Опа. Ой, блядь. Ебучий Тайд, блядь. Ебучий бездарь на Тайде. Это просто пиздец. Как будто бы какого-то вообще другого чела посадили. То есть, поняли? Вот есть игрок. У него 94-й ранг там. Ну, ночь. На мажорах играл. На мажоре. Что-то там еще туда-сюда. И вот он, Киритич, входит забирать на Егис. Кунка. Воу, воу, воу. Это реально сыгранно, красиво. Хорошо. Минус снайпер. Киритич вместе с Кункой просто рассолили бомжар. Что? Что? Блокерк влетает. Начинается дикое ебало в этот доме Кебли. Тайдл Вейв. Поехал. Сквадикс. Туда Торрен сейчас. Подлетает на батуде Маледи. У нас здесь Милажул дерется. Просит Кирич, Кирич Савикасов. Все еще. Прыгает. Начинает бить всех. С плашом, не с плашом. Что происходит? Сука. Да, проблемы на самом деле Антимагу. Не знаю, может быть, сваливать, не сваливать или что. Подходит он. Он идет. Вот оно. Правда, блядь, Антимаг в этот момент мертвый, поэтому он не бьет никого. Нахуй. Сука. О, я не знаю, как пиздец. Кому-то его просто пьяницу садили вместо Тайда. Ну ты можешь подождать, пока Антимаг из Аегиса выйдет? Ну, дима. Подать на него. Не захотят сейчас прямо вписываться глобально. Потому что два раза его будет сложно убивать. У него еще БКБ. После Аегиса будет хотеть. А вот сейчас разочек убить. Если вдруг, то потом можно и второй разочек убить попробовать. А ну-ка. Давай-ка. Гулять. Выходи. Форставчики. Ну, крест. Ну, и на самом деле Сайпер в неприятной позиции. Ее, конечно, БКБ будет. Только он может его, ну, должен нажимать. Он не смог нажать. Он не смог нажать. Он все-таки нажимает. И на развороте начинает стрелять по Киличу. Килича по нему. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Какие-то баши хуя. Что-то, блядь, у нас Антимаг не работает. А! Байбэк. Есть, байбэк. Будет ли он? Как так вышел-то вообще, что Сайпер просто Антимага раздраконил? Непонятно. Непонятно. Антимаг что-то не байбэкает. А что-то не байбэкает, что вам сейчас сломают все стороны в базу и пробитие устроят. А он что, реально ждет Антимаги? Он думает, что... Ага! Время пришло. Это вот ночь-то. Тентакли свои показывает здесь всем. Малек страдает. Малек. Корабль в него. Малек погибает. Туда еще почему-то Милжул запрыгнул. Что-то происходит такое. Малек байбэкается тут же. Ёбка продолжается дальше. Тиддл Вейв засасывает Милжул назад. Милжул погибает. Малек, между прочим, Бруда Байбэклос. Бабка тоже умерла. Милжул погибает. Антимаг будет дальше гнать. Антимага хрен. Ну бежит. Шигетсо. Шигетсо в Сильвере сваливает. И скорее всего свалит, потому что люди не знают, где он. Тем временем здесь, между прочим, падает барак, пока все это происходит. Такая вот история. Их спонсор, как бы. Вот есть пять игроков. Менеджер, там, тренер, может еще какой-то став. И у них типа... Их типа спонсор. Их папик. Это Хеллрейзер. Они просто одного папика на другого поменяли. Папику там ничего не принадлежит. Как ни странно. Так. Клокверк. Умер. Антимаг дальше пошел. На Даниэль нападает. Ультимейт. Ну, ультимейт с маленьким КД здесь у антимага. Талант он взял. Все стороны, да. Тот самый знаменитый сон по антимагу. Антимаг долбит в змее. Здесь душат его. 28 тысяч. Перевеса. Эти фрагменты постоянно появляются. Агонимные. Антимаг тут натравливает своих товарищей на всех. Убили Андаинга. Тут что-то не проконтролили Артема. Самую малость мужики из Virtus.pro. Тут Антимаг вырвается на бруду. В это же самое время Мелоди врывается в конкурс. Не лучшая идея. Кирич есть Аегис. Разочек его можно и отдать. Я более-то скажу. Наверное, его надо бы разочек просто отдать. Ну, просто чтобы он появился фуловый и мог драться. Потому что он бегает без хп. И вот он рэвенж. И вот он антимаг прыгает. Снайпера. Ооо. Снайпер умирает. Снайперы есть байбэк. Здесь все в кучке. Сейчас от сплэша антимага будут страдать. Пытается как-то Даниэль там свалить. Он умирает. Два байбэка у саппортов отсутствуют. Кирич просто гонит уже всех. У него есть фликер. Он что-то фликает туда. Фликает сюда. Рефершершарт ему отдали. Ну, просто чтобы БКБ еще один был, видимо. Так и есть. Без двух саппортов остается Нави. И также без байбэка на снайпер. То есть, если снайпер... Ооо, нет. Решил кларячку не пить. Но, говорит, деньги сэкономим. И так, фуллмана будет. Ну, в принципе, так и есть. С Хиксом регенится быстро. Мелоди решил ворваться. Ну, это в один конец, кстати говоря. Вот почему. Бам! Вот, наконец-то, реведжи. Пошли. Хорошие еще. Воу! Еще реведжи. Корабли в бухту. Убили, конечно, Артема. Артем так и не байбэкается. Бля, Темыч реально пенсионер. То есть, типа, ну, как вы знаете, у противников уже нет байбэков ни у кого. Ну, тебя убили, он сразу по идее байбэкается. И... Ну, просто... Ну, да, какая разница? Ну, типа, говорит, впадывает. Сидит такой. Давай, парни, давай. Ебег. Вот. Ну, и что получается? Лави, да, от судьбы не уйдешь, ребята. Шарли, she go round and round in my head. Baby, we go round for round in my bed. She the one I think I found till I'm dead. I don't want nobody else in my head. I don't want none. I don't want none. cem, 항상 покупатого protection. Палена.